Здравствуйте! Истории с расселением аварийного жилья в Самаре это реально какой-то сюр. Вот рассказывал я уже, как наши чиновники упорно и настойчиво пытаются расселять вполне себе добротные здания в центре города, странным образом вдруг признанные аварийными и откуда-то собственники нынешние вот вообще никуда не хотят съезжать, поскольку довольны состоянием своего жилья. Ну так вот, на фоне этого эти же самые чиновники в упор почему-то не желают замечать действительно нуждающихся в срочном переезде граждан. И вот это весьма странно. Вот такая история. Мехзавод, первый квартал, 4 дома, 40 с небольшим квартир, там под сотню человек. С 13-го года официально эти двухэтажки признаны аварийными, люди готовы съехать, но годы идут, дома продолжают разваливаться и никто ничего. Эти дома наших чиновников вот почему-то не интересуют, хотя сроки расселения были обозначены аж концом еще 14-го года. Но вот с тех пор было лишь жонглирование списками. Аварийные эти дома из года в год переносятся на следующий год. Год проходит и опять их перекидывают. Так уже было с 14-го года на 15-й, с 15-го на 16-й, с 16-го на 17-й. Теперь вот концом 18-го года эти сроки обозначены. Вот написав, что теперь переносим до 18-го года, все успокоились, они считают, что у них нет никаких обязательств, никаких дел. Не надо заниматься вашими домами? Ну конечно, никто не занимается. Нет, абсолютно никто не занимается. То есть стоит чиновнику написать себе такую вот легкую отмазку, что беремся переселить до конца 18-го года, все, можно делом не заниматься? Да. Чем объясняют вот то, что постоянные переносы уже вот несколько лет? Нет денег на ваше расселение. И? Нет денег. И? Ну да, закроют фальшфасады. Ну а пока вообще анекдот. Мне местные рассказали якобы, чтобы к чемпионату не позориться, гостевой маршрут как-никак, на самом въезде в город такое вот позорище. Эти корявые развалюхи вместо того, чтобы снести, решено просто обнести красивеньким фальшфасадом. Вот это по-нашему. Вот эту логику может кто-либо объяснить, почему в центре города из не очень по виду аварийных домов тех, кто не хочет из них съезжать силком разгоняют. А тут, когда все согласны и все очевидно, чиновникам все-таки до людей откровенно пофиг. Даже если эти дома не подходят под программу признанных аварийными до 2012 года, ну в нее их и не включаете. Но власти обязаны переселить аварийные дома по другой ли программе или вовсе без какой-то программы, а просто по факту признания здания аварийным и опасным для проживания. Если есть все основания, сколько же можно терпеть и ждать, пока созреют в добровольном порядке наши чиновники, слыша от них лишь завтраки, обещания, переносы сроков. Вот я поэтому людям и присоветовал в суд подавайте на обязания администрации вас расселять в конкретные сроки. В прокуратуру заявление уже подали. Посмотрим, как события будут развиваться. Ну, буду отслеживать эту историю.